6 января 2021 года. Шри Шримад Бхактивиданта Ванагаслай Махарадж, утренний даршин в Рио-де-Жанейро. Он слышал, что Нарисимхадева разгневался на Шримадирадику. Могли бы вы что-то сказать об этом? А, что Нарисимхадев это гнев в Шримадирадике. Это как ман в Шримадирадике. Могли бы вы это описать в татве? Нет, это другое. Рупагасмаймпад в одной гранхе объясняет. Как Кришна сказал в Шримадирадике, Все мои настроения с тобой. А мой гнев проявляется в твоем сердце как Нарисимхадев. Так Кришна пошутил со Шримадирадикой. Иногда Рады и Кришна они шутят друг с другом. Это означает, когда Шримадирадика, она очень разгневалась. Тогда Кришна сказал, о, твой гнев это как мое воплощение Нарисимхадева. Таким образом, Кришна прославляет Шримадирадику. Все мои даши аватар, 10 аватар пребывают в тебе. И поэтому так было сказано. То есть иногда они так перешучиваются. Кришна это Дхиралалита Найка. Тот, кто является Дхиралалита Найкой, у него есть 4 особых качества. Какие? Особых качеств Дхиралалита Найки. Он очень искусен в шутках и перешучиваниях, в смехе со своими возлюбленными. Нисчинтата означает, что он свободен от всевозможных обязанностей, беспокойств. Третье. Нава Йовананча. Он обладает всегда вечно юным, свежим обликом. А четвертое. Приаси Васибуда. Это означает, что он всегда находится под контролем своих возлюбленных, своей возлюбленной Шримадирадики. Итак, есть три вот этих особых... То есть, среди вот этих особых качеств у Дхиралита Найки есть вот это качество парихаспату. Что значит парихаспату? Он очень искусен, как смешно разговаривать с шутками, шутить. Это вот особое качество Дхиралита Найки, одно из четырех особых его качеств. Приводится пример. Однажды Симати Радика лежала на коленях у Кришны. А Кришна гладил ее волосы, расчесывал ее волосы и очень красиво украшал ее волосы собственными руками. И также он гладил по спине Симати Радика. Это выражение любви. А Симати Радика, она была полностью опьянена любовью Кришне. В это время Кришна произнес одно слово. Ге Чандре. Ге Чандре. Ге Чандре, это означает О Луна. Тогда Симати Радика очень разгневалась. Симати Радика разгневалась, сказав, ты сейчас находишься со мной, но ты памятуешь о Чандре. Потому что Чандре, это соперница Шримати Радики. И так Шримати Радика очень разгневалась и повернулась к Кришне. И так проявился ее ман, то есть настроение гнева, потому что такова природа женщин. Одновременно мужчина не может любить двух женщин. Но сейчас Кришна произнес имя Чандравали, Чандре, ну как бы начальное, начальный слог имени Чандравали. Шримати Радика, она очень разгневалась на Кришну. И Кришна спросил, Шримати Радика, почему ты на меня гневаешься? Что случилось? Шримати Радика прям слезы потекли, она плакала. Ее лицо покраснело. И она, держась на расстоянии, от Кришны. И Кришна попытался успокоить Шримати Радика, почему ты на меня гневаешься? Тогда через несколько минут Шримати Радика сказала, Ты сейчас со мной, но ты вспоминаешь о Чандравале, который является моей соперницей. А Кришна сказал, да я не думал о Чандравале. Как такое возможно? Я же сейчас с тобой. Я не могу вспомнить, я не думал о Чандравале. И это так же таково. Когда Кришна находится со Шримати Радикой, он не может думать о Чандравале. Но когда Кришна находится в Чандравале, то он думает, помнит Шримати Радику. И сейчас Кришна подумал, да я и не думал о Чандравале. Но Шримати Радика сказал, ах ты великий обманщик. Ты только что произнес эти слова, о Чандре, это означает Чандравале. А Кришна сказал, да нет, нет же. Ты не дослушала полностью то, что я хотел сказать. Все предложения. И что ты хотел сказать? Я хотел сказать, о Чандранани, о Шимати Радике, твое лицо подобно Луне. Понимаете? Понимаете? Шимати Радика подумала, так а почему ты до конца не проговорил это слово? Зачем? Почему ты остановился? А Кришна сказал, это не моя вина. Когда я посмотрел на твое лицо, я полностью погрузился в то, что твое лицо такое же, как Луна. И столько опьянения вошло в мое сердце, поэтому я не смог полностью выговорить, полностью этого слова. Я просто стал об этом думать, погрузился в это. И тогда Шимати Радика, она успокоилась. Ну ладно, нормально. Таким образом, Кришна, Он очень искусен перешучиваться со Своими возлюбленными, с гопией или с Шимати Радикой. Поэтому, такие качества Кришна, которые называются Дхира Лалита Найкой. Во времена Сила Бактистанца Расвати Такура Прабхупады. Раса Катха, она держалась в тайне. Что произошло? Мы знаем, что наш Парам Гуру Девшила Бактистанца Райна Гасвай Махарач. Он распространял эту Раса Катху. Я бы хотел спросить, что поменялось. Потому что в былые времена Джагат Гуру Девшила Бактистанца Расвати Прабхупады. Я слышал, что Раса Катха открыто не говорилось. Многим людям не дозволялось петь брасичные песни и также читать такие книги. Что же поменялось? Поменялось, что Шилапарам Гуру Дев начал распространять эту Раса Катху? Гуру Дев отвечает. Это был вопрос-ответ. Потому что тогда люди были новенькими, новичками. И те, кто новенькие приходят в сознание Кришна, они не поймут возвышенную Раса Матхурия Катху. Но те, кто совершают Баджана Садхану, многие годы, шаг за шагом они развиваются. Если, когда вы поступаете в начальную школу, потом же вы перейдете в среднюю школу, или вы всегда будете в начальной школе находиться. Разумные личности, шаг за шаг, они будут продвигаться из начальной школы, потом в среднюю школу, потом в высшую школу, колледж, университет, аспирантура. Или вы всегда будете в начальной школе вечно изучать алфавит. Вы должны развивать свой Баджана Садхану, а не так, что 10 лет вы в одном и том же классе находитесь. Чего вы хотите? Таким образом, началия нашей гаудея проповеди В начале дается фундаментальная Катха, базовая. В начале дается фундаментальная Катха, базовая. Таким образом, нужно развиваться таким же образом. Наши ачарьи говорят об этом. Те, кто квалифицированы, они должны развиваться в Баджане и Садане, и тогда к ним придет жажда. Есть два вида бхакти, есть вайди-бхакти, а есть рагануга-бхакти. Слушая от гору Ивашнаов, у вас разовьется жажда, как развиваться в Баджане и Садане. Если вы не слушаете харикатху, то никаким образом жажда не проявится в вашем сердце. У рагануга-бхакти есть одно название, лоба-мая-бхакти, это означает жажда. Это жажда, она приходит двумя путями. По милости Гуру и Кришне и другое, предыдущих самскар Садаке. Жажда приходит, когда вы слушаете харикатху, но не слушая харикатху, жажда никак не придет. Поэтому говорится, читание Чаритамрите очень ясно говорится в этом стихе. Если вы увидите кого-то, чье сердце полностью наполнено вражабавой, например, когда вы возьмете расагулу из сиропа, то с нее прям стекает этот нектар. И таким же образом, если вы увидите чье-то сердце, наполненное вражерасой, общаясь с ним и платя своей жаждой, И что за жажда, что я должен слушать? Попробуйте за жажда. Что жажда? Я должен слушать. Сейчас, секундочку. Так это или нет? Если вы не слушаете харикатху, то никоим образом жажда не войдет в ваше сердце. Так это, как Нанда и Шода. Они воспитывают Кришну, заботятся о Нем посредством Своего Царя Бхавы, поддерживают Его. Настроение родительской любви. Если вы будете слушать эту катху, как Нанда и Шода, он поддерживает, воспитывает Кришну посредством родительской любви. О, я буду служить Кришне под руководством Нанда и Шоды. Таким образом, Шимадбакова там очень ясно объясняется в этой шлоке. В Шимадбакова там десятая песня, четвертая. Так, сейчас какая глава не расслышала. Десятая песня, первая глава, шлока номер четыре. К тому очень просто это объясняется. Кто же не хочет слушать сладостную Лилакатху Кришне только лишь мясники. Их сердца очень жесткие. Поэтому они не хотят слушать сладостную в Раджа Лилакатху. В Раджа Лилакатху. Необходимо слушать в Раджа Катху. Не просто Хари Катху. Вся Катха это Хари Катха. Необходимо слушать в Раджа Катху. Понимаете? Как Кришна полностью находится под контролем в Раджа Премы. Никто не может управлять Кришной. Только в Раджавасе они могут управлять Кришной. Понимаете? Такого рода в Раджа Катха. И тогда к вам придет эта жажда. Я должен слушать. Это правда. Но если у вас нет Сукрити, то у вас не будет даже времени на это. И Мая Дэви, она не даст вам шанса слушать в Раджа Катху из уст саду, в Раджа Расика саду. Не всех саду, а именно в Раджа саду. Мая Вадди, они тоже говорят Кришна Лила Катху, Адвайта Вадди, Мая Вадди. Все могут говорить в Раджа Лила Катху. Но особенность, что в Раджа Катху нужно слушать именно от тех, кто полностью погружен в настроение Вриндавана. Понимаете? Если у вас появляется жажда, то Кришна все устроит. Как получить общение с таким саду? В Раджа Расика саду. Еще Кадава Гасвайм Патт говорит, рассказывал Парикшит Махараджо эту Катху. Предыдущий преданный он 90% переводил, не 100%. Перевод должен быть на 100%. Итак, Шукадава Гасвайм Патт рассказывал эту Катху, а Парикшит Махарадж слушал. Я вам только чуточку расскажу об этом. Маленький Кришна. И он беспокоил Враджаваси. Он отправлялся в дома Враджаваси, крал масло, беспокоил их детей. И он крал, похищал масло из домов Враджаваси, поэтому все называли его Маканчор. Маканчор означает, что он воровал масло из домов Враджаваси. И он не только воровал масло из домов Враджаваси, он также начинал щипать детей, которые спали в своих кроватках, младенчиков. В Враджаваси, например, доят коров, тогда Кришна в это время проникал в их дома и начинал детей щипать. И тогда гопи, они прекращали доить коров, шли в комнату, а Кришна выходил и начинал пить молоко из вымени этих коров, которых они доили. Вы видели когда-нибудь такое изображение, как Кришна, он доит коров и тут же пьет это молоко. Прямо из вымени. Таким образом, гопи, они каждый день жаловались маме Шоды на Кришну. Он твой ребенок, Кришна, твой сын каждый день приходит к нам и добирается в наши дома, беспокоит нас. Но маме Шода, она не верила в это. Как такое возможно? В моем доме 900 тысяч коров. И в Нанда Махараджа есть особая корова, которая называется... Падма Ганда. Ни у кого таких коров нету, только лишь у Нанда Махараджа и Уври Шабану Махараджа. Особые коровы... Падма Ганда это коровы, которые дают молоко, которое так пахнет, как лотос. Аромат лотоса источает это молоко от этих коров. Поэтому мама Шода никогда не верила в эти жалобы. Она думала, как такое возможно, что наш сын... Мой сын бы отправлялся в чужие дома и воровал что-то у них, воровал масло. Но эти гопи, они каждый день жаловались на Кришну. Поэтому мама Шода подумала, ну ладно. Она сказала, Кришна, не иди сегодня в дома Враджаваси, останься в моем доме. И Кришна остался дома, и сегодня он был очень спокоен. Иногда дети ведут себя как очень спокойные личности, собранные. И мама Шода попросила своих служанок, все вы присматривайте за моим сыном. И мама Шода строго запретила Кришне, так сегодня никуда не уходи с моего двора. И Кришна находился один и игрался с зернышками, с рисинками. Вот у Враджаваси, у них всегда в домах есть зерна. И Кришна зернышек построил красивый замок, потом он его ломал, и потом опять новый замок строил из риса и пшеницы. Потому что Кришна думал, это моя лила. Я создаю все вселенные, также я уничтожаю их. Кришна является творцом, и также он все разрушает. Так проходят эти лилы. И Кришна полностью погрузился в эту игру строительства этого замка. И сейчас все служанки, мамы Ишоды, подумали, о, Кришна так себя хорошо ведет. И все служанки, они собрались вместе и стали обсуждать Кришна Катху. И они не обращали внимания на Кришну. Потому что Кришна вел себя как джентльмен, очень спокойный, тихенький. В это время одна женщина, очень пожилая, как из племени аборигенов. Она каждый день приходила из Маткуры во Вриндаван. Но она была очень некрасивой и старой. Ее волосы были полностью седыми. И также по лицу разметались волосы, зубы были сломаны, глаза были впалыми. Потому что такова природа. Она была очень простой, пожилой женщиной. Но она всегда думала, я должна получить Даршан Говинду. И так она настолько погрузилась, получая Даршан Говинды. И она думала, сегодня я должна получить Даршан Говинды, получить Говинда Даршан. Потому что иногда в Раджавасе они прославляют Кришну, маленького Кришну. Что такое? Тормозится, видишь? Ну, эта женщина, она хотела получить Даршан Говинда. А Кришна это с Арвантами Антарьями. Он знает, что все, что таится в сердце каждого живого существа. И он понял, что сейчас эта женщина, торговка фруктами, она хочет получить мой Даршан. Такая жажда у него была. У нее была она, слышала о жажде маленького Кришны. Она никогда его не видела. Но она подумала, ну сегодня я уж точно должна получить Даршан маленького Кришны. Если вы будете слушать о славе Кришны, то к вам придет жажда, каков же он. И она, у нее были сомнения. Я бедна, у меня нет денег. Я не могу послужить Кришне никаким образом. Я не могу предложить ему одежды. Я не могу предложить ему деньги. Так как же Кришна дарует мне свой Даршан? Таким образом, в своем уме она думала, как же Кришна даст мне свой Даршан. Но у нее было столько жажды, я должна получить Даршан Говинды. Потому что она слышала о славе маленького Кришны, но она никогда не получала его Даршан. В Дамадараштаке описывается, насколько прекрасен Кришна и как мама Ишода вновь и вновь целует лотосный лик Кришны. Почему я говорю об этом? Торгов по фруктаме, слышала о славе Кришне? Насколько прекрасен Кришна? Такие прекрасные вьющиеся волосы. Очень красивые лица Кришны. Несмотря на то, что Кришна темного цвета, но его губки прекрасного цвета, как спелый плод плода бимбо. Такие насыщенно красные. И сколько сияния исходит от его тела. И в этом стихе очень ясно объясняется. И такое прославление она услышала. Кто? Торговка фруктами. Эта женщина была как абориген. Итак, Кришна является Сарва-Антарьями. Он знает сердце каждого. И она подумала, о, сейчас моя преданная, она хочет получить мой даршан. И Кришна подумал, я должен даровать ей свой даршан. Понимаете, если у вас появится жажда, тогда Кришна просто будет обязан даровать вам свой даршан. А как придет, как можно получить его даршан? Слушай, а как придет эта жажда? Слушай, Враджа Катхо. Итак, эта торговка фруктами подошла очень близко к дому Нанда Махараджа. И она очень громко начала звать. Кто возьмет фрукты? Берите фрукты. Те, кто продает фрукты, что они говорят? Кто купит фрукты? Берите фрукты. Если вы отправите в наш храм в Матхуре, то там внизу у дороги продают фрукты. И что они говорят? Что это значит? Эти фрукты полностью спелые и сняты только с дерева. Но это неправда. То есть, они полностью спелые. Понимаете? Что они говорят? Покупайте гуаву, бананы, гранат. Всевозможные фрукты там продаются. Апельсины, мандарины, виноград. Но они говорят, пергепака. Эти фрукты только что спелые сорвали с дерева или с растения. Итак, это продавщица фруктов. Она звала. Кто возьмет фрукты? Берите фрукты. Когда Кришна услышал это, кто возьмет фрукты, плоды? И Кришна подумал, как такое возможно? Только лишь я, тот, кто раздает плоды. Бхагавадгити Кришна говорит в этих словах. У вас есть право совершать карму, Кришна говорит, но я воздам вам плоды. Но кто дает плоды, фрукты? Только я могу дать. Никто другой. Поэтому маленький Кришна подумал, кто здесь продает фрукты? Как такое возможно? Кто здесь может раздавать фрукты, кроме меня? Тогда Кришна вышел из дверей, и тогда Он увидел эту торговку фруктами и ее большую корзину, полную спелых фруктов. И те фрукты были действительно очень спелыми и только сочетшими с дерева, сорванными. И это не были какие-то пластиковые эти фрукты ненастоящие. Это действительно были очень хорошие спелые фрукты, только что сорванные с дерева. Возможно, там были бразильские манго, большие спелые. Яблочки, виноград, гуава. Понимаете? Есть всевозможные виды гуавы. Есть очень сладостная гуава. И увидев все эти фруктики, тут же у Кришны потекли сленки. Понимаете? Если ребенок, он увидит что-то вкусненькое, ему сразу кажется, я должен это взять. Он не думает о том, что это нужно купить. Он думает, надо, я просто подбегу и возьму это. И тогда Кришна спросил эту торговку фруктами, о, можешь мне дать фрукты? Дай мне фруктов. И это самый первый раз, когда эта торговка фруктами получала Даршин Кришна. И когда ребенок лепечет, там, может быть, неправильно произносят слова, и это плавит сердце, такая речь. И когда торговка фруктами первый раз получила от Даршинга винды, ее сердце растаяло, и у нее потекли слезы. Так или иначе, она стерпела, справилась с собой, со своими эмоциями и сказала, я торговка фруктами, и продавая эти фрукты, я поддерживаю свою жизнь. Ты должен мне заплатить деньги, иначе как же мне поддерживать мою жизнь? И Кришна подумал, да, у меня же нет денег никаких, как я их могу купить, эти фрукты? Тогда Кришна, он очень расстроился, и Кришна подумал, не волнуйся, сегодня у меня нет денег, но завтра я принесу тебе. Так или иначе, я попрошу денег у своих друзей, у мамы, но так или иначе, я найду их. Так или иначе, завтра я соберу денег у своих друзей, мамы, или где-нибудь я найду их. Как вы помните мне? Ну, как ты вспомнишь обо мне, в торговка фруктами сказала, я страшненькая, я как бы такая простая женщина, абориген, как же ты вспомнишь обо мне? Но Кришна сказал, послушай, я никогда никого не забываю. Я вижу всех, и я знаю всех. Так это или нет? Кришна, он пребывает в сердцах всех живых существ, в образе параматмы, сверх души. Поэтому я не могу забыть о тебе. Но она подумала, как же маленький Кришна вспомнит обо мне. Поэтому торговка фруктами сказала, нет, заплати мне. А Кришна сказал, послушай, у меня во дворе лежат там зернышки, рис, пшеница. Я их принесу тебе, и тогда ты мне дай фруктиков. И торговка фруктами сказала, хорошо, принеси что-нибудь, что-то лучше, чем ничего. И Кришна, он вновь вернулся во двор мамы Ишоды. В то время все служанки, мамы Ишоды, они были полностью погружены в рассказы Кришна-катхи, и они не обращали внимания на самого Кришну. Кришна, он взял в две свои ладошки зернышки, но его глаза были устремлены на эти спелы и фрукты. Но когда дети, они берут в свои ладошки зерна, то у них пальцы раскрытые. И когда они идут, то все эти зернышки, они падают, просачиваются через их пальцы. Что это за зерна? Это воплощение Лакшми, богини удачи. Лакшми Деви думала, Кришна... То есть эти Лакшми, они не хотели уходить со двора Нанды Ишоды, мамы... Нанды Ишоды... То есть Лакшми Деви пришли с Вайкунки в облике этих зерен и пребывали во дворе Нанды Махараджа. Еще когда его Господь Патт рассказывал о Тукатху, когда Кришна, Он родился во Враджа, то с того дня все Лакшми на Вайкунхе, они пребывали во Враджа Нанды Махараджа. И они были, они очень жаждали служить Кришне. Первое шлока Гопи Гиты. Шокодева Гасвань Патт сказал, все Лакшми и Вайкунхи, они приходят во Врадж, чтобы служить Нанды Махараджа. В Враджу Нанды Махараджа. И таким образом эти зернышки, это были не обычные зернышки, это были Лакшми, супруги Господа Нарайна Свой Кунхи. И так они сошли во Вриндаван в облике этих зерен и пребывали во дворе Нанды Махараджа. И поэтому они не хотели покидать двор Нанды Махараджа. Поэтому одно за другим эти зернышки, они просыпались из рук Кришны. Но Кришна, он являя Лилой подобной человеческим, он этого даже не заметил. И когда он пришел к торговке фруктами, у него там может быть одно или два зернышка только остались на его руках, все просыпалось. И он говорил, возьмите зерна. А торговка фруктами спросила, а что это такое? Ты ничего не принес. Кришна очень расстроился. Действительно, ничего нету. Тогда Кришна сказал, о, торговка фруктами, не волнуйся. Я завтра тебе что-нибудь дам. Просто угости меня этими фруктами. Я уже не пойду во двор, потому что если я вернусь, моя мама еще, да, или ее служанки, они схватят меня, они разрешат вернуться. На этом, к сожалению, закончилась катха, наверное, запись прервалась. Ну, в общем, в итоге, как ранее рассказывает Гурудефа Дулилу, Кришна, он, это торговка фруктами, попросила Кришна забраться ему на коленки и назвать ее своей мамой. И Кришна очень быстро это сделал, и торговка фруктами отдала все свои фрукты Кришне. Джай, сила Гурдэваки, джай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok